Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы завершаем чтение, исследование книги чисел из пятикнижия Моисея. Это книга четвертая между книгой Левит и книгой Второзакония. И мы читаем сегодня последнюю главу, это глава тридцать шестая. Здесь говорится о том, что женщина, унаследовавшую землю отца, должна выйти замуж за соплеменника, чтобы имя семьи Шем-Миш-Паха не пропало. И мы читаем. «Пришли главы семейства от племени сынов Гада, сына Махирова, сына Монастена, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем, и пред Елизаром, священником, и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали, Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и господину нашему повелено от Господа дать удел Салпада, брата нашего, дочерям его». Ну, потому что сыновей не осталось у него. «Если же они будут женами сынов, которого не будет другого колена, сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего, и даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут женами, И от удела колена отцов наших отнимется удел их». То есть наследственные земли в этом случае терялись бы тем коленом, которым принадлежали бы эти женщины. «И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господню и сказал правду, говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпатовых. «Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего». То есть чтобы это племя сохраняло свою какую-то идентичность, чтобы имя семьи Шемишпаха не пропадало. «Чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено, ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь наследующий удел в коленах сынов Израилевых должна быть женою кого-либо из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждому из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». И вот этот закон, он состоялся в Израиле. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Матфея, там дается родословие Иосифа, обручника Девы Марии, и предполагается, что Мария из того же колена, из которого Иосиф, потому что вот этот закон как раз и был установлен на дочерях Салпадовых, был создан этот прецедент, который нельзя нарушать. Но каким-то таинственным образом Дева Мария оказалась причастной не только к колену Иудину, из которого был Иосиф, царственная родословная Иосифа, но и к колену Левина, потому что ее южница, родственница была Елизавета. Ведь Христос – истинный царь и истинный первосвященник, не только по сути, но и по крови. Но как это произошло, это очень сложный вопрос. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпадовы, и вышли дочери Салпадовы, а Махла, Фирца, Хогла, Милка и Нуа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов Монасии, сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колене племен племени отца их». И в окончании этой книги, как бы, общее такое напоминание сей суть заповедей, постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавицких у Иордана против Ирихона. То есть против той твердыни языческой и всей земли Ханаана, но такая осязаемая видимая твердыня, вот этот проклятый город Ирихон, цитадель язычества, и чтобы им войти в землю обитована, завоевать ее, им надо было привести свой ум в порядок. Поэтому и давали все заповеди, которые научали и наставляли их на всякую правду. Спаси Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok